Продолжение следует... Сканер сканирует систем тонких тел Ирины, находит все. У нее фантом какой-то, на неупоконное душу похож, и еще какие-то энергии сероватого цвета. Хорошо, эти энергии сероватого цвета, сил моего намерения, выходят из ее биополя. 1, 2, 3, формируется в шар, отправляя их в клетку-тюрьму. Готово. И неупокойная душа выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Снимаются маски и голограммы, все вокруг представятся гласно своему эфирному коду ДНК. Неупокойная? Неупокойная душа подтвердилась. Серые энергии, они как маленькие чипы, дроны, как рой такой. Выстраиваю канал от этого роя к ответственным. 1, 2, 3, сил моего намерения притягив всех ответственных в клетку-тюрьму. Становятся моими заложниками. Пашу, процесс. Гомоноид. Снимаются маски и голограммы. Гомоноид предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Гомоноид. Откуда ты? Паразит. Сириус. Что ты здесь делаешь? Дайсь подключиться. Я думал, ты пришел за своей смертью. Зачем? Ирина настроена уничтожать любых паразитов, которые вошли в ее биопулю. Для этого даже есть у нас оружие. В моих руках появляется шар с живой плазмой. 1, 2, 3. Хорошо, гомоноид. Вот это тебя ожидает за попытку твоей подключки. Просканировал? Он говорит, что он не к тебе зашел. А что ты думаешь, что я делаю в этом биопуле? Я нахожусь здесь по волеизъявлению Ирины. Она меня пригласила избавиться от паразитов. Что ты здесь делаешь? Я не паразит. Я заслуженно забираю энергии, которыми не пользуются. Заслуженно? Пытаюсь подключиться. Хорошо, убираешь шар, входит в меня. У тебя будет попытка объяснить свою точку зрения. Сколько ты находишься в ее биопуле сейчас? Я не нахожусь. Запускаю то количество дронов, которое нужно для привычки и подключки. Какой привычки и какой подключки? С какой целью? Итак. Цель энергии. Ну и как твои дроны действуют на ее тонкие тела? Как происходит отток энергии? Какие эмоции вызывают эти... Это небольшие дроны-чипы, которые я запускаю один с другим. Постепенно она привыкает и не замечает их. Я накапливаю определенное количество, которое хватает, чтобы начать наполнять дрона энергиями и автоматически забирать. Мне даже подключаться не нужно. Они сами приносят мне и возвращаются. Какая-то новая разработка ваша или уже старая? Это разработка для небольших переносов определенной энергии. Допустим, ты начал, установил все свои дроны. Что дальше происходит? Дроны наполняются энергией и переносятся ко мне, обустошаются в определенные резервуары и возвращаются назад. А с ней что происходит в этот момент, когда дроны работают и воруют эту энергию? Что она чувствует? Усталость. Усталость. Ты собирался воровать душу и делать голограмму ей? Нет. Только отток энергии? До каких процентов ты собирался делать отток этих энергий? Она постоянно набирает энергии, поэтому у меня нет определенной цифры. Я заполняю свои маленькие щипы, которые возвращаются. Конечно же, есть у тебя эта цифра суммарная от всех дронов, сколько энергии они могут украсть. Конечно, ты это знаешь. В зависимости от того, сколько дронов я буду посылать. Сколько уже находится дронов в ее биополе? Я говорю только об этих дронах. 60 маленьких дронов, чипов, микрочастиц. Хорошо. Итак, сколько находятся твои дроны в этом биополе? Последние 29 дней. Почему ты сказала, что она не пользуется своими энергиями? Как ты хочешь это объяснить? Она их не видит. И вот это все твое обоснование на подключку, на интерференцию? Потому что она не видит своей энергии? Многие не видят своей энергии. Не видит, не защищает, не интересуется, не развивает их. Защита есть? До определенного уровня. Хорошо. Она негатив разве не сбрасывает? Защита есть внешне, нет внутренней. Нет внутренней защиты? То есть нет веры, ты хочешь сказать, да? Веренности. Намерений не хватает, чтобы защищать свою уникальную энергию. Или, может быть, даже и нет желания. Хорошо. Так. 29 дней. Давай сделаем так. Включаем внутренний белосвет Ирине. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы к гуманоиду и этим дроном. И реверсом она отдает весь негатив. Все, что она получила от этих дронов, мощным потоком пошло назад. 1, 2, 3. Пошли потоки. Все чужеродные. Возвращаем назад. Идет энергия? Да, идет. Серая энергия. Серая. Хорошо. Металлическая. Такой серый цвет, как металл. Ола. Это их цвет. Готово. Хорошо. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ирина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Ирина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Готово. Подхожу к Ирине, кладу руки на плечи и моей энергией сжигает эти каналы. 1, 2, 3. Удар. Каналы отлетают. Открываю воронку в галактическое дроне и уходят на переработку. Закрываю, опечатаю и растворяю. Хорошо, Гуманович, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте в биополе Ирины? Нет. Переходим к неупокойной душе. Неупокойная душа, представься. Паша. Паша. Паша, как давно ты закончил земную жизнь? В каком возрасте? 32 года. Отчего погиб, умер? В 2020 году в тюрьме умер. 2020 год в тюрьме. Хорошо, Паша. Почему сразу не ушел? Повесился я. Вроде таких не принимает. Это кто сказал? Хорошо. Ты хочешь уйти, ты поэтому пришел? Разузнал про вас, пришел. Открыть тебе портал в чистилище, светлый портал в другой мир? Да, пусть там судят. Безусловно. Хорошо, Паша. Сколько ты находился в ее биополе, ты подпитывался энергией? Три дня почти здесь. Ну понятно, ты ожидал нас, да? Ожидал, лучше суд. Хорошо. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Паша идет в этот портал, его встречает куратор. На той стороне мы желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Встречает его. Он зашел туда, да, там у него в руках как четкие, крутит что-то. Он его встречает, куратор. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Итак, неупокойная душа ушла, остался один гуманоид, мы все забрали. Илья, прошу тебя выйти со мной на связь. Я приветствую тебя, Али. У нас гуманоид Сириуса сидел около 29 дней. У него рой чипов, дронов, которого наполняло это тело, это биополе. Мотивировал это тем, что человеку его энергии не нужны. И, соответственно, он может и форовать. Процесс мы сейчас остановили, все вернули назад. Может быть, по твоей части есть что-то. В чем-то он прав. Мы заберем его на проверку. Чипы дроны тоже забираем. А я не говорю, что он не прав. Он объяснил то, что он сделал и почему он это сделал. В этом виновата сама душа. Если она не работает над своим осознанием и над собой, соответственно, случаются такие ситуации. Я просто думал, по твоей части может быть что-то еще там интересное. Благодарю тебя. Дроны уничтожить или она забирает их? Она забирает их и гуманоид. Но он телепатически передает, что изнутри неуверенность и слабость. Это из-за любопытства. Хорошо, я добавляю от себя, что они это видят. То есть у нее есть интерес и любопытство, а уверенности нет. Это называется праздный интерес. Соответственно, такая будет и цена. Меня это вообще не удивляет. Вы читали манифест. Там стоят слова «Я беру ответственность за всю жизнь в свои руки» и выражая это намерение. Вы ничего не выражаете. Намерение ваше сегодня описал гуманоид. Соответственно, если вы хотите изменить ситуацию, работайте над собой. Если вы не хотите этим заниматься, вот такие будут результаты. Забрали. Отлично. Хорошо, Ирина, мы закончили вашу проверку. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Ирины в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Продолжение следует.